Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Тема сегодняшней лекции. Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Прощальная беседа Господа с учениками, часть 8. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 17 стиха по 16 главу, 4 стих. Господь Иисус Христос начинает очередную часть своей прощальной беседы с учениками, повторяя ту заповедь, которую Он им уже прежде дал. 17 стих. «Се заповедую вам, да любите друг друга». Но если чуть раньше Он говорил об этом, потому что их взаимная любовь будет подражанием и следствием Его любви и любви Отца к миру, то, соответственно, сейчас Он будет об этом говорить в несколько ином аспекте. Между Его учениками должна быть эта возвышенная духовная любовь, а евангелист Иоанн Богослов использует греческий термин «агапи», который как раз и указывает на духовную любовь. Потому что такое пребывание взаимное в духовной любви позволит ученикам противостоять ненависти мира, особенно после того, как Господь Иисус Христос взойдет к Небесному Отцу, и та ненависть, которая прежде была обращена на Него, на Учителя, теперь будет преимущественно обращена на учеников. 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Мир – греческое слово «космос», то есть Вселенная, все создание. Этот термин здесь используется в английском Иоанном Богословом в весьма конкретном богословском значении. «Это не все творение Божие, ибо когда Бог сотворил творение, оно было сотворено им хорошим, добрым». Но речь идет именно о человечестве в его падшем состоянии. «В человечестве, которое пребывает во грехе, погрязло в пороках и исполнено зла». Почему же Господь Иисус Христос использует термин «мир» в данной ситуации именно в таком негативном значении? Он хочет тем самым подчеркнуть, что после грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, когда они согрешили против Бога прислушанием и были изгнаны из рая, наша человеческая природа изменилась. В книге Батия говорится о том, что человек действительно умер, но умер, конечно же, вначале не телесно, а духовно, потому что прервалась невидимая связь Адама, первого человека, с Богом. Та связь, которая давала Адаму благодать, та связь, благодаря которому Адам, по выражению наших христианских богословов, стал мостиком между двумя мирами, между миром горним, миром духовным и миром материальным. Общаясь с Богом, Адам не только воспринимал Божию благодать, но и через себя распространял эту благодать на созданное Богом творение. Поэтому-то Господь и дал ему заповедь не только хранить рай, то есть Божье творение, но и возделывать его, то есть творчески преобразовывать обстановку вокруг себя. Но это было возможно только благодаря общению с Богом и Божией благодати. Но вот Адам отпал, и, соответственно, связь с Богом прекратилась. Мы с вами помним, что он даже попытался спрятаться от Бога, согрешив в прислушании и грехопадении. Конечно, спрятаться невозможно, а вот духовно умереть возможно, и, умерев духовно, Адам изгоняется из Эдемского сада и меняется природа человека. Поскольку не хватает благодатных жизненных сил, токов, которые исходили от Бога и были даруемы Адаму, то Адам, как и все его потомки, рождающиеся от него, начинает паразитировать на окружающем творении. И вот такое паразитирование на окружающем творении и является ничем иным, как страстью. Или, лучше сказать, даже многими разными страстями, которые имеются в нашей душе. И получается, что всякий, кто рождается, потомок Адама, рождается вот с этой искаженной человеческой природой. С природой, которая уже в себе имеет начатки страстей. Ну, а страсти они пытаются эксплуатировать не только окружающий мир, но и окружающих людей и проявляются в конкретных злых, недостойных делах, которые мы и называем грехи или проступки. Ну, а вот это вот испорченное состояние человеческой природы в богословии обозначают термином первородный грех. Соответственно, всякий, кто рождается как потомок Адама, имеет в себе начаток греха. И поскольку человек, который изначально был мостом между небом горним и небом дольним, отпав от Бога, перестал быть мостом, но начал быть эксплуататором Божьего творения, который фактически стоит во главе Божьего творения, но стоит со злым произволением, поэтому-то Господь Иисус Христос и называет весь мир, космос, тем, что будет противостоять ему, Христу и, соответственно, ученикам. То есть противостоит космос в смысле злого греховного начала, которое есть в падшем человечестве, но и в каждом конкретном человеке, не желающем осознать свое падение и обратиться к Богу. «Если мир вас ненавидит», стоит греческое слово «мизео», которое означает ненавидеть, но при этом и сопротивляться, не допускать. То есть ненависть мира будет не только абстрактной, теоретической или эмоциональной, ненависть мира будет выражаться еще и в противодействии ученикам Господа Иисуса Христа, как она выражалась и в противодействии ему со стороны иудеев. Девятнадцатый стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». В предыдущем стихе Господь Иисус Христос говорит «мир ненавидит меня, мир как падшее человечество, потому что я пришел избавить человечество от греховного начала и от рабства дьяволу». Получается, что в поддельности люди могут услышать голос Божий, голос Иисуса Христа, обратиться к Богу через покаяние, через веру в посланного им Мессию. Но все человечество в целом продолжает до сих пор пребывать в таком падшем состоянии на момент беседы Господа Иисуса Христа с учениками. И вот он говорит «мир вначале возненавидел меня, но он будет ненавидеть и вас и пытаться вам противодействовать по следующей причине. Если бы вы были от мира, то есть если бы вы служили греховному началу в людях, в человечестве, то мир, и, конечно, здесь нужно перевести «был бы с вами дружен», потому что стоит греческое слово «филео», глагол, который означает «дружбу по интересам», причем иногда эта дружба именно носит греховный характер и, соответственно, существительное от этого глагола в греческом языке «филио». Это дружба, которая возможна между преступниками, злоумышленниками, людьми падшими и греховными. И вот если бы вы разделяли такие устремления злых, грешных, падших людей, то, конечно же, эти люди с вами бы дружили. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира. Господь указывает, что только через меня вы можете избавиться от страстей и греховного начала, «потому ненавидит вас мир». Очень интересная формулировка. Получается, что если мы являемся последователями Господа Иисуса Христа, если мы вслед за апостолами предизбраны им для того, чтобы веровать в него, служить ему и Богу, и Отцу, и церкви, и ближним, то человечество в падшем состоянии. Люди злые, недостойные, будут нас ненавидеть. Итак, избранничество от Бога и, соответственно, любовь к Богу есть, также влечет за собою и ненависть со стороны мира. Однако верно и обратно. Об этом скажет впоследствии святой апостол Иаков в своем послании в 4 главе, в 4 стихе. А именно, цитата. «Прелюбодии и прелюбодийцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это синодальный перевод. В синодальном переводом активным действующим лицом выступает читатель, причем апостол Иаков обращается к тем людям, которые по-прежнему симпатизируют падшему миру. Поэтому в синодальном переводе сформулировано так. «Дружба ваша с миром» — это есть ваша вражда с Богом. Но в греческом тексте несколько другая фраза. «Ифилия ту козму» — дружба со стороны мира. «Эхфра» — это вражда. «Ту феу эстин» — со стороны Бога. Итак, если с вами дружит мир, то тогда с вами начинает враждовать Бог. Не только мы выбираем, но мир стремится нас вовлечь в свои сети, сделать своими адептами, предлагает нам через разные соблазнительные вещи и грех, и порок. И грех, и порок, если мы их принимаем со стороны мира, который предлагает эту дружбу, конечно же, вызывают со стороны Бога негодование в наш адрес. 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Господь Иисус Христос действительно сказал это апостолам, что раб не больше своего господина, когда отправлял их на проповедь. И Господь указывает на обычную ситуацию в древнем мире, если есть некий дом, бейт, и, соответственно, есть глава дома, есть домочадцы, но есть и рабы. Благоденствует глава дома, благоденствуют и рабы. А если глава дома в стесненных обстоятельствах, то, конечно же, переживают несчастными, являются и рабы. Поэтому Господь Иисус Христос хочет указать, да, вы будете трудиться, благовествовать Евангелие, нести мое имя людям, но вы должны понимать, если соблюдают мое слово, которое вы проповедуете, то будут соблюдать уже ваши конкретные слова, которые являются ничем иным, как интерпретацией, адаптацией моего слова, моего учения для разных конкретных случаев. Что, например, мы видим, когда апостол Павел пишет разным церквам, он обсуждает проблемы, имеющиеся в той или иной христианской общине и предлагает решения, которые могут быть в той или иной ситуации. Но если гонят Иисуса Христа, если отвергают его слово, конечно же, отвергнут и проповедь учеников, какой бы она ни была искусной внешне по форме, потому что по содержанию это именно учение Христово. 21 стих. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Господь указывает, что отвергать будут даже не только содержание проповеди апостолов, но отвергать будут сам факт того, что нечто, учение проповедуется от имени Господа Иисуса Христа. Уже само имя Христово будет вызывать ненависть и противодействие среди людей мира сего. Почему? Потому что не знают пославшего его. Иудеи пытались утверждать и говорить, мы познали Бога, а тебя отвергаем. Господь Иисус Христос подчеркивает, если бы вы познали Бога, то приняли бы меня. Так же и здесь, даже когда апостолы пойдут проповедовать и язычникам, и там тоже. Если человек имеет в своем сердце совесть, как потом скажет апостол Павел в послании к римлянам, о том, что даже язычники могут прийти к пониманию Бога. Если человек принимает Бога, то, конечно, примет и Господа, и Иисуса Христа, и его имя, которое проповедуется апостолами. 22 стих. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Если мы смотрим греческий текст, можно перевести несколько иначе, учитывая, что евангелист Иоанн Богослов использует глагол «лалео» торжественно возвещать что-то важное. «Если бы я не пришел и не возвестил им греха, они не имели бы, но теперь не имеют даже отговорки». Здесь используется греческий термин «профосис». «Профосис» — это отговорка или предлог. Не имеют даже увертки для своего греха. Тем самым он хочет показать, если бы не было моего учения, которое не есть мое, но учение Отца Небесного, то тогда, конечно, они могли бы иметь извинения в том, что они согрешают. Потому что ведь иудеи понимали, когда их поступки не соответствуют закону Моисееву, это грех. Но они не хотели принять, что если их поступки не соответствуют учению Христову, это тоже грех. Утверждали, что понимают, познали Бога, но при этом отвергали Христа. А Христос говорит, если бы познали Бога, принимали бы мое учение, и уже тогда судили бы о грехе, о том, правильные или неправильные их поступки в соответствии с Моим учением. Но они так не поступают. И поэтому, не принимая моего учения, не ориентируясь на него, согрешают в соответствии с тем, как говорю я. То есть, если ориентироваться на меня, нужно жить иначе, чем была жизнь в Ветхом Завете. А, соответственно, имея на себе грех, они иногда не хотят исправиться. Но если бы я не пришел, то, согрешая даже по закону Моисееву, они бы пытались увернуться, найти отговорку, профасис. Однако теперь, когда пришел я и им все объяснил, когда даровал им целостное учение от Отца Небесного, у них нет даже вот такой увертки, возможности каким-то образом замаскировать свой грех. 23 стих. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Итак, учеников будут ненавидеть и гнать ради имени Господа Иисуса Христа. Мир ненавидит самого Христа, но это значит, что мир, человечество в падшем состоянии, злые и греховные люди ненавидят и пославшего Его Отца Небесного. 24 стих. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего». В греческом тексте стоит глагол «пиэо», который означает не только что-то делать, но творить, что-то производить или делать творчески. Соответственно, можно перевести «если бы я не сотворил среди них дела, которые никто другой не сотворил, греха не имели бы. Теперь же они явным образом увидели и возненавидели и меня, и Отца моего». Кроме учения, о котором было чуть ранее сказано Господом, он принес и удостоверение, доказательство, свидетельство своего учения в своих делах, которые были нестандартны. На это и указывает глагол «творить». И если бы они не имели еще и свидетельства, тогда, конечно, пытались бы найти отговорку для своего греховного образа жизни, но теперь ни отговорки нет и грех остается на людях, не принимающих Христа. 25 стих. «Но дозбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Господь Иисус Христос здесь называет законом не Тару Пятикнижия Моисеева, а Священное Писание Ветхого Завета в целом, и в частности ссылается на Псалом 68 стих 5, который звучит так. «Омножились более, чем волос на голове моей, ненавидящие меня напрасно». В этом Псалме описываются страдания праведника, который страдает за свои добрые дела, потому что окружающие его грешные люди завидуют ему, ненавидят его, противодействуют ему. Этот Псалом, поскольку речь идет о праведном верующем, является собой прообраз жизни и деятельности Мессии Господа Иисуса Христа. И Господь действительно применяет этот Псалом по отношению к себе. Возненавидели меня напрасно. Не было причины для ненависти. Раз так, раз не было причины, значит ненависть это неправильно. Она приведет к недолжным последствиям, последствиям, которые будут плохи и для этих людей. 26 стих. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Однако ненависть со стороны мира в адрес учеников, которые будут проповедовать и само имя Христа, и его учения после Вознесения Христова, будут для учеников в определенном смысле бессильны, ничтожны, потому что Дух Святый Утешитель будет учеников поддерживать. Однако Господь Иисус Христос, говоря о том, что и они тоже будут, в следующем стихе он скажет, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною, тем не менее на первое место ставит деятельность Духа Святаго. Итак, Дух Святый будет ограждать учеников от ненависти мира и обеспечивать их личное свидетельство. Утешитель, которого я пошлю вам от Отца. Господь Иисус Христос здесь указывает на посылание Духа Святаго во мир, во времени, ибо во времени в человеческой истории Святой Дух начинает действовать благодаря Господу Иисусу Христу. Но чтобы никто не подумал, что так же и в вечности происходит, Господь сразу же добавляет, я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит. И здесь, в этих словах, он указывает на исхождение Духа Святаго от Отца Небесного как источника божества в вечности. Ибо в вечности Сын рождается, а Дух Святый исходит от Отца. Сын не исходит, Дух Святый не рождается, Отец не рождается и не исходит. И вот эти термины евангельские, взятые из прощайной беседы Господа Иисуса Христа с учениками в догматическом богословии и стали теми характеристиками, которые позволяют нам различать лица Святой Троицы, единого Бога, который троичен в ипостасях Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Андамаскин в своем источнике знания произведения, которое мы сегодня знаем под названием Точное Исповедание Православной Веры указывает мы можем только люди Творение Божие понимать, что иной образ рождения Сына от Отца, иной образ исхождения Святаго Духа от Отца, но чем отличается рождение от исхождения мы сказать не можем. Итак, Святой Дух исходит от Отца Вечности, но посылается в этот мир людям в человеческую историю через Сына и Он будет свидетельствовать о Мне. То есть Его основная задача Святаго Духа именно свидетельствовать о вознесшемся Господе Иисусе Христе, о том, что Господь нас искупил, очистил и Господь пребывает в славе Божьей. 27 стих. А также и Вы будете свидетельствовать потому, что Вы сначала со Мною. Но, конечно же, Третья Ипостась Святой Троицы оттого и носит имя Духа, поскольку Третья Ипостась не воплотилась. И действовать будет Святой Дух через учеников, с учениками, поддерживая и ободряя их, поэтому свидетельство учеников также будет важным. Это свидетельство для всех народов о том, каковы были деяния Господа Иисуса Христа. И в этих словах Христовых еще одно подтверждение Богодухновенности Священного Писания Нового Завета, ибо все книги Нового Завета написаны или апостолами, или ближайшими сотрудниками и учениками апостолов, и, конечно же, при их написании Дух Святый действовал через священных авторов. Продолжается эта часть беседы Господа Иисуса Христа в 16 главе. Первый стих. «Сие я сказал вам, чтобы вы не соблазнились». Иоанн Богослов использует греческий глагол «скандализо», который означает «запинаться». И в вероучительной сфере этот глагол означает «иметь некое препятствие в вере». Можно перевести первый стих так. «Это я вам сказал», по-гречески «возвестил». «Я вам это возвестил, чтобы вы не имели препятствия в вере, чтобы те гонения со стороны мира сего, которые начнутся, о которых я сейчас вам скажу, не стали у вас причиной упадка в вере». И далее Господь в немногих, но ярких штрихах описывает характер этих гонений. Второй стих. «И сгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Из предшествующих глав Евангелия от Иоанна нам известно, что уже порешили иудеи всякого, кто исповедует Иисуса Мессии, изгнать из синагоги, то есть отлучить от синагоги. Но кроме этого, кроме отлучения от синагоги, чуть позже последуют и более агрессивные действия, уже первомученик Стефан станет первым христианским мучеником, потому что его побьют камнями за исповедание имени Иисусова. И нам известно, что апостол Павел до обращения в христианство, когда он еще был савлом, возьмет специальные письма у первосвященника Иерусалимского храма, для того, чтобы направиться в Дамаск и там преследовать христиан. Возможно, в том числе эти преследования могли бы привести и к убиению христиан. Ну, а кроме того, уже вскоре после возникновения христианства и языческий мир ополчится на учеников христовых. Начнется гонение, которое очень часто будут сопровождаться убиением верующих. Поэтому Господь указывает, пусть эти гонения как со стороны евреев, изгнание синагог или побиение камнями, так и со стороны язычников, убиение, издевательство, пусть это не будет у вас преткновением в вашей вере. Третий стих. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Таким образом мы можем вспомнить те слова, которые Господь в Ветхом Завете сказал пророку Самуилу, когда народ еврейский решил избрать себе царя и, соответственно, отказаться от самого пророка, от Самуила, который был судьей, то есть главой израильского народа, руководителем израильского народа, то, конечно же, Самуила это очень смутило. Он стал молиться ко Господу, думая, что евреи отвергают его. И тогда Господь ему сказал, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Поэтому и Христос, наставляя своих учеников, хочет им сказать, если вы любите друг друга, если живете по моим заповедям, пребываете в моем учении, то ненависть со стороны мира, это есть не ненависть к вам, это ненависть в мой адрес, которая проявляется на вас, изливается на вас, потому что люди мира сего не познали ни Отца Небесного, ни меня, его посланник. Четвертый стих. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет, то время вспомнили, что я рассказывал вам о том, не говори уже сего вам сначала, потому что был с вами. В греческом тексте стоит термин ора, который обычно переводят на русский язык как час, но это не час в нашем современном понимании как 60 минут, это промежуток времени, надлежащее, установленное время, а переводчики и септуагенты придали этому термину в религиозной сфере еще специфическое значение, это время принесения жертвы. Поэтому, когда речь идет о часе, то, соответственно, это некое предустановленное Богом время. Итак, когда придет то время, когда вы будете проповедовать и встретите ненависть и противодействие мира, то вы должны вспомнить мои слова, которые я вам сейчас сказал. А почему сказал сейчас? А не в начале общественного служения? Да потому, что я был с вами, я был вашим господином и учителем, а вы были всего лишь учениками. И острие, копье, ненависти иудеев было обращено против меня учителя, но теперь я взойду к небесному отцу, вы будете проповедовать и вот это вот острие ненависти будет направлено на вас. Однако, несмотря на это острие ненависти, вам будет сопутствовать, вас будет сопровождать и вас будет укреплять дух святый, о действии которого Господь более подробно скажет в следующей части своей прощальной беседы с учениками. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.